Владимир Рабинович. Валера Йог и Бетховен. Валеру я знал ещё по Минску. Чем он занимался, я так и не понял, но деньги у него водились. Имея незаконченное высшее образование, Валера работал дворником, практиковал йогу и поражал жителей знаменитого доллара тем, что зимой выходил убирать снег босиком. Любил пройтись по городу, оставляя за собой следы снежного человека. Я спрашиваю Валеры, почему ты это делаешь? Он отвечал в знак протеста. В Минске он так и не был понят. Несколько раз задерживался милицией, был оскорбляем женщинами среднего возраста и ветерами Великой Отечественной войны, подвергался нападениям и вынужден был убегать. Состоял на учёте в психоневрологическом диспансере имени Бехтерёва. В 1987 году я познакомила его с еврейкой Ритой, молодой разведёнкой, у которой была 16-летняя дочка от русского парня, красивая черноглазая блондинка. В какой-то момент евреям стало ясно, что нужно уезжать. Рита хотела в Америку. В Америке её ждала бездетная сестра с мужем, владельцем ювелирки на Брайтоне. Началась перестройка. Уехать уже было можно, но за взятку. В Авере запросили 2100 рублей. Таких денег у Риты не было. Валера спросил тогда у венеролога Файнберга, который взялся устроить их отъезд. «Что за цифра 2100 рублей?» «Должна быть кратной трём», — сказал Файнберг. «Потому что нас трое?» — спросил Валера по 700 с головы. «Головы здесь ни при чём», — сказал поморщивший Файнберг. «За кого ты их принимаешь?» «Что они, фашисты какие-нибудь? Просто делят на троих». «Деньги Валера нашёл быстро. И так же быстро пошло в отделе виз и регистрации их дела. Через две недели позвонили и сказали, чтобы Валера шёл в ЗАГС и регистрировал с Ритой отношения. Рите Валера подарил старинное массивное золотое кольцо. По сути дела, она была его телега. Такая услуга стоила больше. Надел кольцо на фиктивной свадьбе рите на палец, поцеловал в губы, да и остался ночевать. Уже через месяц Валера ходил по зимней Вене босиком. Был конец декабря, шёл снег, город украсился в ожидании Крисмоса. Валера предложил мне сходить на кладбище с целью посещения могилы композитора Бетховена. «Вена для эмигранта – дорогой город. Мы экономили и всё время были голодными. Вечерело. Мы шагали по вечерней столице, мёрзли от голода, ускоряли шаг и от этого только сильнее хотели есть. Наконец я не выдержал и сказал, давай купим пирожок с повидлом, один на двоих. Я свою часть горячего пирожка съел по-зековски быстро, немного согрелся, повеселел от сладкого. Я был добротно из чекового магазина одет во всё зимнее. Валера же, одетый в дешёвый пролетарский свитер, советскую балоневую куртку, в коротких выше щиколотки портках, какие носят дзюдоисты, босиком, трохи подмерзал. Сказочная новогодняя зимняя позёмка мила по его голым ногам. Странную мы со стороны представляли собой пару. Я в тёмных очках, с большой диссидентской бородой, еврейским, афро на голове. Валера – стройный русый, Иисус Христос в творчестве русских художников конца XIX – начала XX века. Мы подошли к могиле Бетховена. Валера увлечённо по-йоговски добывал языком из пирожка повидло. Красивый высотой метр четыре памятник композитору Бетховену находился недалеко от центрального входа в закрытом большими деревьями месте. Какой-то экзальтированный австриец стоял перед оградой и негромко разговаривал с великим композитором. Мы подошли, я сказал по-русски, наверное, слишком громко. Вот, блядь, Валера, ты простой минский дворник, йог, антисоветчик, зарегистрированный сумасшедший, стоишь перед могилой Бетховена. Валера и Бетховен, как это может быть? Австриец повернулся к нам, воскликнул что-то и снял с себя хорошие тёплые ботинки и потребовал, чтобы Валера их надел. Валеру спасло только то, что не совпадали размеры. У австрица был 42-й, а у Валеры его страшные оранжевые ступни были не меньше 47-го размера. Продолжение следует...